Судьба Ангелины, Кристины и Марии до сих пор остается неразрешенной. Новый год они встретят под домашним арестом. История сестер Хачатурян стала резонансной. К ней до сих пор приковано общественное внимание. Пока для девушек наступило временное затишье. Следственный комитет завершил расследование дела и передал его на утверждение в прокуратуру. После этого меру наказания для Ангелины, Кристины и Марии будет определять суд. Пока они остаются под домашним арестом. При этом девушки находятся в разных местах. Это определил суд. Таким образом было исключено общение между ними, возможность согласовывать свои показания и действия. Старшая и средняя сестра живут у родственников по материнской линии. Мария находится под опекой мамы Аурелии. Сестрам придется порознь встретить Новый год. Праздники не подразумевают изменение условий домашнего ареста и воссоединения семьи. Девушкам запрещено выходить из дома после 9 часов вечера. Марии на момент совершения преступления не было 18 лет. Именно поэтому на весь период уголовного дела отношение к ней будет как к несовершеннолетней. Поэтому девушке запрещено употреблять алкоголь, в том числе шампанское, сообщает телеграм-канал Мэш со ссылкой на адвоката Марии Ярослава Покулина. Нарушение этих условий приведет девушек к изменению меры пресечения и заключению под стражу. 27 июля 2018 года Ангелина, Кристина и Мария убили отца. Они нанесли Михаилу Хачатуряну множественные удары ножом и молотком, которые привели к его смерти. Выяснилось, что мужчина долгие годы истязал дочерей. Он причинял им моральные страдания, применял физические пытки, в том числе сексуального характера. Следствие учло факты семейного насилия как смягчающие вину обстоятельства. Однако девушкам все же придется ответить за убийство группы лиц по предварительному сговору. Самый младший готовится назначить принудительное лечение. Страшим грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Субтитры создавал DimaTorzok